всем привет у нас сегодня прекрасный день у нас сегодня 20 градусов обещают завтра 20 градусов у нас сумасшедшие перепады температуры здесь еще недавно было минус 14 рассказывал но трава уже везде зеленая и мы едем сегодня в корнел мы хотели поехать в парке какие-то уже все это но решили что листьев еще нет на деревьях и как-то немножко так так еще красиво в парках поэтому поэтому гулять по корнелло отрезала листик с на боковым может быть а сегодня 8 утра день а и жориком проснулись на жорик проснулся рано просто так он со мной может осталось не отрыхло а день из лист листку жориком отвезли на спорта находит сейчас в школе на трек это я думала что просто бег а там оказывается что типа легкой атлетики они там сначала детей проверяют что они что у них лучше всего получается там даже метать ядро прыгать 6 бег там разные разного вида эстафетные какой-то там на короткие дистанции на длинные дистанции потом с какими-то прыжками тройным прыжком и с прыжками через препятствия через вот эти барьеры такие вот и лески выбрали на три категории прыжки через барьер тройной прыжок и бег какой-то и вот они сегодня ходили водили леску туда полтора часа она занимается и день я снимал там стадион но не снимал на камеру на фотограф пофотка потому что конечно ресурсы в школах для занятий спорта просто невероятные огромные поля все оснащено все идеально чисто ну то есть такие стадионы как у нас городские если за ними хорошо следят такие то здесь в каждой школе вот книга скорость если видно поле готовят уже то здесь в каждой школе такие стадионы для любого вида спорта они занимаются и футболом и американским футболом и лакросс у них и все все баскетбол и все все что только угодно теннисные поля тоже теннисные корты тоже есть школах и я как раз хотела сказать что так как я теперь инсайдер в американской школе я говорила что здесь есть и плюсы и минусы которые что так что мне не нравится но вот мне хотелось сказать как раз о плюсах огромных потому что на этой неделе я так ощутила немного вот именно не система до обучения а именно школьная система что вот я ходила на прошлой неделе и на этой неделе три дня и на следующей неделе еще один день пойду в этот кабинет где наказывают детей то есть дети которые плохо себя ведут их то ли на ланчи отправляют в этот кабинет это как я не знаю как это первый будет на русский язык для наказан и кабинет для наказаниях там не наказывают в кабинете просто когда ребенок все плохо ведет то его отправляют в эту комнату чтобы он там отбывал какое-то время либо ланч там нет окон в этой комнате то есть на улицу нет неудобные стулья как мне кажется специально таким железные просто столы но тем не менее в этой комнате есть компьютеры дети в принципе могут с разрешение если не хорошо себя ведут с разрешения учителя в этой комнате они могут пользоваться компьютером и некоторые каши дети такие которые очень плохо себя ведут но когда они сидят за компьютерами они по крайней мере молчат то им разрешают посидеть за компьютером не играются лишь бы тихо сидели там можно и в youtube выходить и даже в netflix но мы так следим чтобы netflix они не пользовались netflix и по моему у них заблокирован facebook а так вообще они в принципе могут пользоваться любым ресурсом компьютерным делать все что угодно на компьютере ну естественно уроки могут делать но этого они не делают но так просто заниматься либо что-то смотреть лишь бы тихо сидели так вот каждый кабинет в любой школе оснащен компьютером компьютером для каждого человека для каждого студента например жорик учится сейчас в киндергарден это нулевой класс перед первым классом класс каждого ребенка есть именной планшет то есть сколько классов в киндергарденов там 23 в каждой школе каждый ребенка есть планшет в первом классе у каждого ребенка есть планшет во втором в третьем у них уже not и лактапы ноутбуки маленькие большие там зависимости то есть у низ в каждом кабинете есть такой шкафчик, где стоят вот эти вот планшеты либо ноутбуки с зарядками, то есть ребенок вынимает его, отключает от зарядки, потом он возвращает его и включает в зарядку. Каждый ребенок знает номер. Жора, какой у тебя номер? А, два. Два. Вот. Каждый ребенок знает номер своего планшета, и дети знают, какой набирать код, какой пароль, песс-форд набирать, чтобы войти в их систему. В каждой школе есть, например, там, ну, как папки folders, да, например, там, заходишь на планшет вот для детей маленьких, там, учить класс учителя такого-то и все имена этих детей. И ребенок выбирает свое имя, заходит под свой профайл, как бы, и там он уже пользуется, они там сдают тесты по книжкам прочитанным, играют в математические игры, вот именно математику, и кучу-кучу-кучу всяких дел делают. И я вот была в прошлом году во втором, в кабинете просто второго класса, пока учительница вышла, я быренько так сняла просто сам класс второй, и потом в конце самом обратила внимание на смарт-борд. Так вот этот смарт-борд, я не знаю, если в нашей школе до сих пор пишут мелом на досках, я не знаю, может уже и нет. Но здесь от меловых досок уже отошли сто лет назад, после меловых досок писали на whiteboard, то есть на белых досках сухими маркерами, то есть пишешь фломастером и стираешь. И уже после вот этих вот фломастерных досок уже сейчас есть смарт-борд, я уже рассказывала, что такой как прожектор, знаете, он работает по типу прожектора, как иногда вот светит на доску, компьютерные вот эти вот прожекторы, не знаешь, как это называется? Ну ты же прожектор, прожектор светит, и, например, знаете, как презентации делают люди, они прожектор с компьютера наставляют на доску, чтобы все видели, то здесь вот этот вот смарт-борд, у них есть пульт, он открывается, светит проектировку, то, что на компьютере, на экране компьютера учителя, это все высвечивается на доске, но при этом на доске можно писать специальной ручкой, и все, что пишешь на доске, все отражается в компьютере, и при этом это в компьютере еще и сохраняется, то есть, я так понимаю, для статистики, для того, чтобы следить за работой учителя и класса, это все еще и остается в базе, то есть, проделанная работа в классе, и дети знают к этим пользоваться, они стирают, они пишут опять, то есть, это работает как обычная доска, но все это уже заносится в компьютер, и даже если учительница сидит, она может на компьютере поправить то, что написано на доске, то есть, например, ребенок неправильно написал, она раз, 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 стерла, переписала, и это все опять отображается на доске. То есть, такая вот работа интерактивная, как бы, компьютер, доска и ребенок. И также, они, конечно, на этой доске, они проходят теперь все, у них телевизоров нет. А во всех это школах? Во каждой школе, в каждом классе. Во всех школах абсолютно. Это отметишь, что мы все не живем. То есть, мы живем в деревне, да, можно сказать, в маленьком городке. И знаете, есть школы хорошие, где богаче дети ходят, есть школы те, что районы победнее. Но в каждой школе, каждый класс оснащен вот этими вот всеми, 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 всеми. Да, вот эти, каждая смарт-борд стоит тысячи, несколько тысяч. Все это работает, все это, всю, всю классную работу учителя проводят. Например, они там для переменок, там иногда для того, чтобы дети размялись, они там включают какие-то такие, там, танцы для детей, там, детские или что-то. И все это видно на доске, и все это дети делают. Потом какие-то там игры, они тоже играют, интерактивные такие, развивающие, тоже все с этими досками. То есть, вся работа проходит вокруг этой доски, все объяснения, все, и учитель это все на компьютере делает, все это дети видят на доске. То есть, очень удобно. И все это стоит больших денег. Также мне очень просто поразило то, что я на этой неделе, как бы там, в один период коротенький, была с мальчиком, у которого даун синдром. Он в первом классе, и у него очень плохой слух, по-моему. Ну, он слышит, но он плохо, и у него стоит слуховой аппарат. Так вот, учительнице, которая приставлена лично к нему, к этому мальчику, конкретно следит за этим мальчиком и занимается с ним, ну, в общем классе, но она все время с ним. У нее на шее висит такое, как это называется, устройство, которое она говорит, и там микрофон, чтобы этот ребенок лучше слышал. И так же этот ребенок вообще не говорит. Он так и не научился говорить до сих пор. Может, научится, но к этому моменту он еще не говорит к первому классу. Он там У, А, вот такие только звуки издает. Ему выдали такой планшет. Он в резиновом таком чехле, потому что этот ребенок может его уронить, конечно, с подставкой этот планшет. И этот ребенок не умеет говорить, но он ходит на уроки логопеда и все. И этот логопед объясняет ему, как пользоваться этим планшетом, чтобы он мог высказать свои требования. Ну, какие-то свои там, то, что ему нужно. На планшете занесена вся база и все программы, слов, выражений, просьб. И этот ребенок знает, он открывает, на экране такие вот иконки, как бы, картинки. И одна картинка обозначает, там, например, фразу «А можно мне?» «Можно мне?» Например. Он нажимает на эту кнопку и планшет говорит голосом. «А можно мне?» И дальше на выбор, что он хочет. Карандаш, тетрадь, пойти в туалет и все такое. И он нажимает эту кнопку и планшет, как бы, за него говорит «Можно я пойду в туалет?» Или там учительница дает ему разукрашку, раскрашивать. И он опять нажимает эту кнопку. «А можно мне?» Дальше следующую кнопку называют «синий фломастер». Например. Учительница ему дает желтый фломастер и говорит «На тебе, синий фломастер». Он нажимает кнопку и говорит «Нет, не этот планшет за него говорит». И опять нажимает кнопку. «А можно мне?» То есть они учат, как обращаться к людям посредством вот этого планшета. Я так понимаю, что это стоит очень больших денег. Сами вот эти вот все устройства и слуховые, и вот эти, и планшеты и все. И все это оплачивает школа. Это все в школе есть. И всем этим дети пользуются и учат, как этим пользоваться. И очень много есть дети, процент какой-то детей с даун синдромом, детей аутистов, которые ходят в школе. Каждому этому ребенку представлен человек, который занимается с ним. Есть дети, которые немножко такие нервные, возбудительные такие. И у них оборудованы в школе специальные комнаты для них или специальные уголки для них. Например, там, каждому ребенку отдельный подход. Вот один ребенок, ему нужен отдых каждый час, например. И висит в коридоре, в таком уголочке, качелька. И вот его приводят на ту качельку, она такая, как качелька наподобие гамака. И он садится в него, и 10 минут она его качает, с ним разговаривает, он успокаивается и возвращается на урок. К другому ребенку он приходит в специальную комнату. У них такая есть, видно, тоже для, ну, специально разработанные такие предметы для успокоения. Типа пластилина, но он такой текучий, как такой, более такой жидкий, что ли. И вот они, эти дети, с этим пластилином сидят. Некоторым детям разрешено в классе сидеть с этими пластилинами, они просто успокаиваются, когда слушают там урок, и учителя за них иногда пишут там какие-то... То есть каждому такому ребенку представлен учитель. И он, этот ребенок по школе из года в год проходит, конечно, у него уровень чуть меньше знаний, но его переводят из года в год в следующий класс, чтобы он социализировался, то есть чтобы он не оставался на уровне, ну, маленьких детей, а чтобы как бы социально он шел дальше. И заканчивая школу, им тоже предлагают разные программы, я думаю, там, для работы, для дальшего какого-то развития, чтобы они были более самостоятельные. Но, возвращаясь вот к этой комнате с непослушными детьми уже в хай-скул, в старшей школе, вот этим детям, которые плохо себя ведут, ужасно, они просто, знаете, и у нас такие есть, они просто не хотят учиться, они просто не хотят ничего делать, они просто там хулиганы, они хвастаются тем, что, о, я третий раз в восьмом классе сижу, это типа круто, о, ты крутой, ты вообще там круче меня, а я вот только второй год в восьмом классе сижу, ну, к примеру, ему 15 лет, он сидит два года уже в одном классе. Так вот этим детям, они психически, то есть у них нет никаких отклонений таких ментальных, но вот они вот, видно это влияние семей, это не видно, это сто процентов влияние семей, потому что у них проблемы в семьях, у них один там мальчик, его забирали из семьи, потому что у него очень неблагополучная семья, и отдавали фостер, называется фостер фэмили, как к приемным родителям, но это люди, которые просто берут детей, как на время, да, вместо детских домов, тут нет детских домов, и семьи разбирают детей, и им за это платит государство, что у них эти дети жили. Так вот, ему очень нравилось в чужой семье жить, он не хотел возвращаться к своим родителям, его забрали туда, ему там нравилось, но родители потребовали его каким-то образом обратно, и представьте, его вернули из этой семьи к родителям, и у него там очень-очень сложное положение в этой семье, но тем не менее, он там живет, и его заставляют ходить в школу, за ним следят, чтобы он ходил в школу, его заставляют ходить в школу, за ним в школе следят, по пятам просто ходят директора, и все, и отправляет в этой комнате, в этой комнате за ним следят, ему приносят уроки, чтобы он делал. Учитель, который находится в этой комнате, просит его делать эти уроки, заставляет, упрашивает какими-то любыми способами. Приходят учителя каждый урок или через урок, разные математики, испанского, английского разные, и пытаются с ним заниматься. То есть учителя направлены в этот кабинет, чтобы отдельно заниматься с этими детьми, которые не хотят учиться. На все это, конечно, уходят силы, деньги, и вообще насчет того, что каждому ребенку такое внимание выделяется, это огромный-огромный плюс. Другое дело, что эти дети вырастают порой, вот, то есть этим занимаются с детьми до 11 класса. 11-12 класс, это, знаете, как у нас уже там был 10-11, то есть после 9 класса у нас уже можно уходить в техникум куда-то, куда-то. То обычно такие дети ходят до 11 класса, потом не просто бросают школу, и государство уже как бы не берет за них ответственность. Так вот они вот досиживают, просто дотягивают до этого 11 класса этих детей в надежде, что может быть что-то с них получится. Многие, конечно, так дети просто досиживают уже и уходят, и они настолько привыкают к тому, что за них все делают, что они просто наглеют еще больше и понимают, что им просто в рот все вкладывают, что некоторые дети, например, там один мальчик принес нож в школу, и его наказали, его выкнали со школы на 2 месяца. При этом все равно государство обязано его обучать, поэтому отдельным учителям платят деньги, там, учителю истории, учителю математики, учителю там, ну, разным правым учителям, и они встречаются с этим мальчиком каждый день на час где-то в библиотеке в городской, и каждый учитель встречается с ним и обучает его все равно, пытается его учить. Государство, конечно, оплачивает этому учителю деньги за его работу в штат. Поэтому, да, и эти дети, они вот наклеют, и я вот спрашивала у этого учителя в этой комнате, говорю, ну, а что они, как они вообще думают, они будут дальше жить, он говорит, никак, они просто вырастут, достигнут определенного возраста, уйдут на велфейру, на пособие от государства, на это они рассчитывают. Видимо, родители у них точно так же живут уже, вот всю их жизнь, дети, причем, некоторые вот одному мальчику сказали, родители его сказали, тесты ты не обязан писать. Да нет, нахер ли так? Да, ты не обязан писать, тесты можешь не писать, он говорит, я не буду писать, и все. И как ты его заставишь, конечно, оценки по тестам тоже считается, ну, то есть, сами родители уже, то есть, они знают, что ребенок вырастет, садит на пособие, и будет, как они так и дальше жить. А эти учителя, как раз, которые пытаются в них что-то вложить, платят налоги, и потом их содержат, этих детей, потом всю жизнь. Ну, так, ну, то, что в школе все, все для детей, то есть, если ты хочешь кем-то стать, ты станешь, потом, я уже не раз отмечала, что спорт и музыка здесь просто на высшем уровне, если здесь ты ходишь, берешь индивидуальные уроки, там, фортепиано или музыки, то это стоит очень больших денег, то в школе тебе все равно этому научат бесплатно. Все музыкальные комнаты оснащены музыкальными инструментами, всеми, любыми музыкальными инструментами, духовыми, струнными, там, флейты, барабаны, все что угодно. Жорик, вон, в киндергард, они играют на барабанах, на таких, как, типа, там-тамы, такие, африканские барабаны. То есть, абсолютно все, если ты хочешь учиться, ты будешь. Может быть, уровень, я уже так думала, что, конечно, уровень образования ниже, чем наш, например, математика, там, меньшего уровня. Но, с другой стороны, может быть, у нас просто этого было много, но не обязательно, что у других должно быть столько. Просто профессию-то они получают достойную, если они, например, выбирают себе эту профессию, ты их, там, повышают, повышают. И здесь еще, к тому же, люди привыкли учиться всю жизнь, если они хотят повышать свой уровень знаний, уровень, там, профессиональный и так далее. Они просто учатся всю жизнь, они учатся работой, они учатся, там, онлайн, учатся, 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 и некоторые просто не перестают учиться всю жизнь. Ну, вот, что я хотела сказать по поводу плюсов в американской школе. Это просто, просто поразительно, насколько это все поставлено, насколько детей, каждого ребенка, каждому пытаются уделить внимание, каждому пытаются что-то вложить. То это просто поразительно. а сейчас отдельным видео я буду рассказывать показывать как мы сегодня отдыхаем . заедем